Радио России Я хочу сказать, что у нас сегодня очень замечательный состав, вот, проще всего по-другому у нас не бывает, но я уверен, что многие из вас буквально подпрыгнут на стульях, когда узнают, что у нас Старосельцев Игорь, заслуженный артист Республики. Республики какой? Театр Розовского, замечательный актер, веселый и умный человек, и очень популярно, у него много вышло дисков, но он поет у нас наши гаванские песни. Иногда поет свою песню, но он утверждает, что это народное. Он сидит хитро улыбается. Ну, начнем мы с него или не с него, Идарх Николаевич? Нет, 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 он в запасе у нас будет, как... Тяжелая артиллерия. Да, тяжелая артиллерия. Танки потом пойдут. А вот начать мы можем. Знаете, с кого? Вот у нас есть замечательный человек сидит. Фантастический человек, несмотря на то, что свой молодой возраст, он у меня три кителя целых полковника. Настоящий полковник, да-да-да. Калинкин Михаил. Ну, он у нас часто выступает, мы о нем много говорили хороших слов, что просто новых слов не накопилось. Поэтому, Миша, сам о себе скажет, что радостное и хорошее. А если уже полковник, обращаться Миша? Нормально, нормально. Мы люди функциональные, нам главное, чтобы результат был получен. Результат у нас всегда с вами замечательный. Я хочу сразу про результат сказать. Вот мы целый год работали всем нашим клубом, вместе с большим количеством населения планеты Земля. И мы собрали деньги и поставили, сделали тоску мемориальную нашему отцу духовному, нашей горнолыжной, так сказать, общественности, Юрию Иосифовичу Висбору. На горячий дед, на приюте, где он ночевал неоднократно. Целый год мы работали, правда, верилось в это с трудом, потому что столько трудностей. 250 людей и организаций, мы хотим им всем большое спасибо сказать. Сдавали там студенты по десятке, сдавали и большие фирмы по большим деньгам. 34 города России, 6 стран, Новой Зеландия, Россия, Украина, Беларусь, Израиль, Германия сдали деньги на это святое дело. Вот народная мемориальная доска Юрия Висбору. Вот это возможно здесь и сейчас. 27 марта мы ее установили с помощью, дай бог им здоровья, местных людей, которые нас понимают, принимают в Прельбрусье. Ну и вот в честь этого события мне очень приятно, большое вам спасибо, что пригласили, потому что я считаю, что это праздник для всех, кто катается на горных лыжах, кто пишет и поет песни. Потому что Висбор, это, конечно, для меня это, знаете, как учитель мой по жизни. И я горжусь тем, что я своему учителю поставил памятник, участвовал в создании этого памятника. Наши общие дети. Мы представили как полковник, и вдруг такой резкий переход, просто, наверное, люди уже поняли, что ты помимо того, что полковник, свободный от основной службы и времени, ты катаешься на горных лыжах. Катаешься на горных лыжах, да. Михаил, пожалуйста, песню. Да. Вначале. Песня называется «Завтрак с видом на Эльбрус». Это называется «Гениальная повесть Висбора», которая была там же и написана. Кафе «Ай» стеклянное. Когда ты в нем сидишь, кажется, что вечером звезды находятся не над головой, а на состоянии вытянутой руки. Мы там тоже ночевали, и нам все время казалось, что сейчас из соседней комнаты выйдет Юрий Висбор и споет нам что-нибудь. Мы ночевали на приюте, среди ветров, снегов и скал. В непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь красиво-мелодично поет приветствия, слова. Мы много пили, много пели, забыв про грусть и рост по цен. И вместе над землей летели в кафе «Хрустального кольца». И под заснеженным карнизом рождались нужные слова. И Юрий Виспович Висбор нам сверху тихо подпевал. Больше некуда, дружок, торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила. Не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чину. От боли вслух не голоси. От плетки, так же, как от водки. Пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки. Хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой. И завтрак с видом на Эльбрус. И нам лила Шевченко света. Зеленый терпкий чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу. И вновь февраль был на дворе. И Иосифович Висборг нам улыбался из дверей. Лыжи у печки стоят. Гаснет закат за горой. Месяц скончается март. Скоро нам ехать домой. Больше некуда, дружок, торопиться. Жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей. Мы с тобою, брат, на небе уже. Такая песня есть, русская народная. Ну и я хочу пригласить всех, кто участвовал в этом замечательном деле. Всех, кто в нем нас душой поддерживал. 11 апреля прийти во дворец культуры МАИ. Что на улице Дубосековская, метро Сокол. Где у нас будет концерт, послесловие к нашему фестивалю. К нашему, вот к этой самой дате. Спасибо. Мы всех вас приглашаем, конечно. Будем очень рады, если вы придете. Там будет много народу. И будет хорошо. Спасибо, спасибо. Порадовал песней. Товарищ полковник, да, господин. Ну уж не господин. Товарищ, товарищ. Товарищ, да. Спасибо, Гражданин полковник. Спасибо. Прекрасная песня, очень красивая. Но только явно, что эта песня не совсем народная. Потому что... Может, естественно. Там такие смелые рифмы, там, побывал, там, целовал, там, побывать. Понимаешь? Ладно вам, Эдуард Николаев. Но народ эту песню обточит. И я думаю, годик и через три она к нам вернется. Совсем народный. Спасибо. Интересно, в кого визбро превратится. Так, теперь, значит... Все-таки Игорь Старосельцев. Все-таки Игорь Старосельцев. Хотел тебя держать, Игорь, в тылу врага. О, врага. Знаете, почему я так говорю по-военному? Я сегодня надел китель. И так в роль вашей полковника. Китель полковника. И так почувствовал таким, знаете, нужным миром человеком. И у меня сразу какие-то термины пошли военные. Шаблоны, как даже сказал. Рота газа. Давай, Игорь. Ну, тоже тогда песня воспоминания, скорее так, наверное, можно сказать. Помнишь, Саня, брюки-клеш, и девчонки в юбках мини. Танцевальную площадку старой рощи у сосны. Танц-площадка, как корабль. В море музыки и танца заходила и качалась. В вечной гавани любовь и мелодии тех лет. До сих пор тревожит сердце. Да вот, никуда не деться. Изменились времена. И теперь уж наши дети. Где-то кружат дискотеки. И звучат другие песни. Они будут помнить их. Помнишь, первые гитары. Эти наши самопалы. На которые молились, не мечтая о другом. И под них, вложив всю душу, Пели песни про Танюшу, Про Тамарку, Катарину. Пели песни прошлых лет. ПЕСНЯ Годы наши пролетели, Но душой не постарели. Мы с тобою, горишь старый, Как-нибудь еще своем. По стаканчику засадим, Струны новые поставим. И споем, как было раньше, Песни наших юных лет. ПЕСНЯ 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 Помнишь, Саня, брюки, клеш, И девчонки в юбках мини, Танцевальную площадку, В старой роще у сосны Танц-площадка, как корабль В море музыки и танца Заходила и качалась В вечной гавани любовь Заходила и качалась В вечной гавани любовь Ой, вы знаете, вот эти песни-воспоминания Я вот, так сказать, человек средних лет И то уже, кажется, боже мой, когда-то была школа Был такой вражай Я не помню, кто это сказал Кто-то из великих Печаль не в том, что тело стареет А в том, что душа младая остается Вот действительно, такое ощущение Что вот это было только все вчера Я думаю, что многие радиослушатели Которые именно поклонники нашей программы Это очень хорошо понимают Потому что пишут нам письма И вспоминают вот это вот И военные годы, и раньше И чуть позже И как будто это все было вчера А теперь подоставим слово молодым Да, у нас тут, между прочим, дебютантка Решетняк Лена Автор, исполнитель Но петь будет, как мы всегда просим Наши гаммские песни Она с гастролями объездила весь мир От Астрахани до Америки, понимаете Антверпен Все на Ана ездила в основном Вот, и тут Алла Пугачева Постоянная участница нашей гаузы Почетный участник Знаете, как раньше был почетный президиум Да? Удивительная вещь Я же это помню На заводе Вот у нас, значит, собрание какое-то там идет Давайте президиум вызывает там Главного инженера Главной технологии Почетный президиум Никита Сергеевич Хрущев там садился И, значит, Алла Пугачева На ее диске написала Что песни эти Написаны, несомненно, светлым человеком Вот я очень рада, что был Услышать их Это на диске, который Это на диске Ну, характеристика Светлый человек Действительно блондинка Понимаете, я подтверждаю Давайте Лена к нам Появилась По телефону Знаете Секс по телефону бывает, да? А у нас песни по телефону Позвонила, напела песни По телефону Выяснил, что голос прекрасный Внественность чудесная Вы сами понимаете По голосу безошибочно определяешь Внешний облик Я вообще Наполонность Тетеньки Мужика хуже у меня Пожалуйста, Лена Скажите несколько слов В свою защиту Мне очень приятно Быть в вашей передаче Я ваш коллега Я тоже журналист Радио «Голос России» представляю Вот И эту песню, которую я хочу вам спеть Я услышала еще в студенческие годы На одном из фестивалей в Сызрани Я не знаю, кто ее написал Но она действительно очень такая милая Может быть, даже детская Но, по-моему, она и для взрослых тоже Век не стрижен пёс Барбос Ля-пу-тя-пу-тя-пу-тя Шерстью черной он зарос Ля-пу-тя-пу-тя-пу-тя В лужу грязную глядит Ля-пу-тя-пу-тя-пу-тя Что за морда там сидит? Страшная, лохматая Морда полосатая Не узнал себя Барбос Ля-пу-тя-пу-тя-пу-тя Вот как сильно он зарос Дети и взрослые Вовремя ходите в парикмахерскую Вот, между прочим, и все Одна песенка вот такая Почти лозунг Но есть еще другая Тоже про собачку петь Но это потом Потом, да, хорошо Назонскими голосами так не брашаются Мы вас через три будем выпускать Так Олег Олег Вот замечательный человек К нам приблудился Он ведет аналогичную программу Которая называется На заваленке На заваленке, да Человеков Олег А еще он автор-исполнитель Ну, Олег У нас как-то все авторы-исполнители Скажите что-нибудь такое Что было не автор-исполнитель Что было инженер-механик, например Или воспитатель детского сада Последствия Да? Да Классный, да? Ну, уже, наверное, нет Ну, был, да? Был, конечно Юра, Бадал, ты видел этого человека? Коллега Здесь же никто не обманывает, да? Коллеги? Да, коллеги Мы потом пообщаемся, да? Какой бы ты его захотел Вы можете пообщаться на моем москвиче? В, если да Ну, по поту же сложно Давайте, Олег Ну, я как бывший пионер еще, к тому же, да Обещаю, торжественно, как всегда, да Обещаю, клянусь, что каждый раз я буду швартоваться у вас в Гаване С новой старой народной песней Ага Так вот Сегодня я пою песенку из репертуара Ансамбль такой Называется Раз гуляй Это питерская Питерская шоу-группа Они поют народные песни А почему раз гуляй? Потому что В Москве уже, оказывается, был раз гуляй Вот они решили так Раз гуляй Это у вас тексты лежат, да? Можно подпевать? Да Это значит субтитры вот Вот это нам раздают сейчас Тексты, чтобы мы могли подпеть Поэтому раз Олегу Ага Так, себе буду не забыть остановить Молодые казачьенька, назовем ее Поскольку все народные песни называются По первой строчке Молодой казаченька Где мы будем с тобой жить? Я на просторе, ты в чистом поле Ты, девчоночка моя Я на просторе, ты в чистом поле Ты, девчоночка моя Молодой казаченька Чем мы будем мыться? Я что водою, а ты слезою Ты, девчоночка моя Я что водою, а ты слезою Ты, девчоночка моя Молодой казаченька Что мы будем с тобой есть? Я пел луку, ты думай, 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 ты девчоночка моя Я пел луку, ты думай, думай, ты девчоночка моя Молодой казаченька Молодой казаченька Что мы будем с тобой жить? Я что на рифму, а ты водичку Ты, девчоночка моя Я что на рифму, а ты водичку Ты, девчоночка моя Молодой казаченька Как мы будем с тобой жить? Я иду жениться Ты, девчоночка моя Я иду жениться Ты, девчоночка моя Вот, собственно, и все Ну уж, как бы Самое главное это было? Я не знаю, мне кажется, я после первого ответа бы сказала До свидания, молодой казаченька Спасибо тебе большое Вот поэтому казаки тебя обходят за километр Ну что это такое, Гарт Николаевич? Лера, я думаю... Что это за отношение к женщине? Нет, Лера, это юмористическая песня Я думаю, он ей это поет Просто она знала, что он строгий Он не допустит его копиться Он на ней поженится, Лера А зачем уже теперь тогда ей такой... А я какой-нибудь от казаченьки еще принесу текст Вот, правильно, ответ, ответ Там, да, эти такие бывают, чтобы быть здоров То есть она себя в обиду не даст? Не то, что не даст То есть она этого казачка Она молодого А давайте споем так Молодой казаченька, где мы будем с тобой жить? А она им отвечает женский голос Я на просторе, ты в чистом поле Казаченька ты мой, мой казаченька Ты последний куплет, ты иди так пивься А я пойду замуж за кого-нибудь Жениться тоже может, ты тетенька Ну ладно, друзья Кто у нас на очереди сейчас, Лера? Давайте уже Игорь Старосельцева У него сегодня песен больше Потому что, понимаете, пятница, дорогие наши радиослушатели Не очень удобный день для... Игоря Старосельцева Игоря Старосельцева в том числе Потому что, как всегда, идут какие-нибудь спектакли, концерты Вот И сегодня уж раз он здесь, пусть поет С удовольствием Хочется спеть песню Такую, мигрантскую Мы бродили с тобой По Москве по церковной Ты смотрела в то утро На меня одного Помню в лавке Гольштейна Я свой рубль истратил Я купил тебе пряник В форме сердца моего А потом нам играли Всевозможная танго И седой молдаванин Нам вина подливал Помню я наклонился И шипнул тебе таником Вот и все, что в то утро Я тебе прошептал Убежал я из Крыма И татарин Ахметка Дал мне женскую кофту И отправил в Стамбул А в Стамбуле опять же И под ром и рулетка Проигрался в чистую И ремень сафину Содержатель кофейни Полюбовник Геннели Тоже парень из русских Дал мне дельный совет Ища из Стамбула Говорят, что в Марселе Миллион из России Я узнал из газеты Поплыл я в багажах В твой Ахметкиной кофте Как последнюю память Твое фото храня Это фото я выиграл У фотографа Костей Это фото вскидание Согревало меня Помню ночью холодной Я вскрывал себе пьяный Подобрал меня розки Увывший штабс-капитан А в июне в Марселе Бог послал мне Елену И была она родом Из маньярских цыган Она пела романс И страдала чекоткой И не слышно указала Среди белого дня И была она умной И была она кроткой Говорила по-русски И жалела меня Я пробрался на север Я добрался до Польши И на пристани в Гданьске Замерзая в снегу Я почувствовал, Танька Не могу я так больше Не могу я так больше Больше так не могу Мы как русские, Танька Мы приходим оттуда Мы встаем на колени Нам иначе нельзя Мы ведь русские, Танька Дураки и баскуды Проститутки и воры Шулера и князья Мы ведь русские, Танька Дураки и баскуды Проститутки и воры Шулера и князья Вы знаете, я Был с актерами Театра Розовского Они очень ценят Своего товарища Игоря Они говорят, что он Даже спиной играет И чувствует... Вот сейчас он пел эту песню И просто шиим продемонстрировал Там такой накал идет И где-то отступление И надрыв Игорь, я тебя завидую Нам, безусловно, это гавани Эта песня, она уже давно не пелась И принес ее к нам на программу Дин Мич Берестов И 15 апреля, кстати Это был день смерти Дин Мича И в Центральной детской библиотеке На Октябрьской площади 15 апреля, как всегда Собираются люди Кто его вспоминает И я думаю, что гавань Там тоже спает несколько песен Вот, так что Очень жалко А сейчас Максим Кривошеев Это, значит, тоже тяжелая артиллерия такая Причем она тяжелая Но у него же шракнили фигачат Расскажи, что первое Я разорвусь Понимаете? Потому что он много-много Находит неожиданных песен И, главное, он таких песен С русской какой-то историей Находит песни И ему уже со всех сторон Слют сборники песен Даже вот сегодня прислали из Америки Сборник песен Который называется Не просто сборник Песни воина Песни воина, да Собранные за многие века Сборник тщательным образом подготовлен Выверены все фамилии, имена, инициалы Просто это большая библиографическая редкость Я сейчас скажу пару слов Я не знаю, с чего начать Давайте начну с того, что я хотел сегодня спеть Потому что сборник туда попадет Этот рассказ сам собой Случайно У меня есть запись Казачьего хора Который исполняет песенку На сопках Манчжурии С необычным текстом Ну, мы знаем наш классический вариант Сопки Манчжурии Вариант очень интересный Я решил его сегодня исполнить И залез в интернет И там я получил колоссальное количество информации Которой я хочу поделиться Ну, во-первых, сказать, что песня написана Капельмейстером 214-го Макшанского пехотного полка Ильей Шатровым И, как я сегодня выяснил, еще и сборника подаренного Монтулиным неким Написана была в 1905 году Во время войны русско-японской И широко разошлась в народе И появились разные варианты Вот казачий хор пел вариант Мне незнакомый И я в интернете узнал, что слова принадлежат Некому Петрову И вот так случилось, что как раз сегодня Из Америки Господин Вербицкий Из города Вестол Штата Нью-Йорк Прислал сборник Где еще вот это вот Я дополнительно узнал, что ли Музыка Он пишет, что нашу программу слушает в Америке В 8.30 утра Поэтому, дорогие товарищи американцы Батарин тоже включайтесь Подключайтесь к нему Вот я спою неканонический вариант Спит, гаулян, сопки покрыты мглой На сопках Манчурии войны спят И русских не слышал слез Страшно вокруг Лишь ветер на сопках рыдая Порой из-за туч выплывает луна Могилы солдат освещая Белеют кресты Даль руки у героев прекрасных И прошлого тени Кружат вокруг Твердят нам о жертвах набрасных Среди пудничной тьмы Житейской обыденной прозы Забыть до сих пор мы не можем войны И льются горючие слезы Плачет, плачет мать родная Плачет молодая жена Плачет вся Русь, как один человек Злой рок и судьбу кляня Героев тела Давно уж в могилах истовели А мы им последний не отдали долг И вечную память не спели Так спите ж, сыны Погибли в любых зачизну Но ведь еще мы за вас отомстим Исправим кровавую тризну Плачет, плачет мать родная Плачет молодая жена Плачет вся Русь, как один человек Злой рок и судьбу кляня Такие неожиданные слова, красивые Очень пронзительные Мне кажется, если бы Максим имел свой ресторан И пел бы там по вечерам То там вообще было бы большое количество Пилых людей Поклонниц Поклонниц Конечно, Максим еще помимо того, что он хорошо поет И умный человек, он еще красивый мужчина Лена, не развращай его Его Ну ладно, перейдем к красивой женщине Итак, Лена У вас Лена Решетняк, напомню, автор-исполнитель Мне очень тяжело вот такую вот Переход, да Легкомысленную песню петь после такого А у нас так бывает в программе Получится сейчас, я думаю, очень трогательно Ну действительно, давайте поговорим о чем-нибудь Действительно, такая песня Лена, сколько вам лет? Ну такой вопрос, тактичный вы наш Ну я... 18 Ой, я думал Я так и думал На что же ответить на такую вопрос? Вот и поговорили А теперь поясню А песня как раз, да, из того возраста А я куплю себе собачку И поведу ее на поводочке И поведу ее на поводочке Собачку Собачка тихо подойдет ко мне И поцелует меня прямо в щечку И поцелует меня прямо в щечку Собачка Но собачки нету меня Нету меня Собачки Но собачки нету меня Нету меня Собачки А я куплю себе котенка И поведу его на поводочке И поведу его на поводочке, котёнка Котёнок тихо подойдет ко мне И поцелует меня прямо в носик И поцелует меня прямо в носик, котёнок Но котёнка нет у меня Да нет у меня, котёнка Но котёнка нет у меня А я куплю себе лягушку И поведу ее на поводочке И поведу ее на поводочке лягушку Лягушка тихо подойдет к нам И поцелует меня прямо в ушко И поцелует меня прямо в ушко лягушка Оно лягушки нет у меня А нет у меня лягушки Оно лягушки нет у меня Нет у меня лягушки А я куплю себе кого-то И поведу его на поводочке И поведу его на поводочке Кого-то, кого-то тихо подойдет ко мне И поцелует меня прямо в что-то И поцелует меня прямо в что-то Кого-то Но кого-то нет у меня Нет у меня кого-то Но кого-то нет у меня Нет у меня кого-то Вот и все. Вот я сейчас сижу и думаю, что это музыка такая, а? П. Макарович. Макаров? Это Макарович. На мелодию вообще. Витлз, на мелодию Витлз это есть. Виа Витлз. Витлз, на мелодию Витлз, на мелодию Витлз. Я плохо с музыкальным образованием. Старосель, ты начал говорить? Давай. Начал, да так. Ну тогда сейчас грустно надо спеть, пресню про любовь тоже. Вот так никого нет, да? Вот сейчас кто-то есть все-таки у кого-то. И все равно грустно. Ну, 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 грустно, потому что жизнь такая. В оркестре играет. Это, кстати, известно, ведь песня испета многократно. В общем-то, действительно дворовая. Гитара и скрипка Шумит полупьяный Ночной ресторан Так что же ты смотришь С печальной улыбкой На свой недопитый Шампанский бокал Так что же ты смотришь С печальной улыбкой На свой недопитый Шампанский бокал Я черную розу Эмблему печали В тот памятный вечер Тебе приподнем Мы оба сидели Мы оба молчали Нам плакать хотелось Но не было слез Мы оба сидели Мы оба молчали Нам плакать хотелось Но не было слез Любил я когда-то цыганские пляски И пару гнидых полу диких коней Но время прошло, пролетело как в сказке И вот я без ласки, без ласки твоей Но время прошло, пролетело как в сказке И вот я без ласки, без ласки твоей А как бы хотелось вернуть все сначала Вернуть все сначала, все снова начать Слезами залиться, глядеть в твои очи И алые губы твои целовать Слезами залиться, глядеть в твои очи И алые губы твои целовать 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 Что же ты смотришь с печальной улыбкой На свой недобитый шампанский показ? Спасибо, Игорь Человек играет и одновременно сидеет на глазах Вы скажите прямо, что на самом деле мне сидеть-то нечем Очень хорошо играет Кстати, вы заметили, что во время этой песни Прозвучала еще одна песня А вы заметили, что Юра Бодал сейчас сидит в углу И у него капают слезы, и каждый, наверное, с морковку Знаете почему? Потому что эту песню он приготовил сегодня петь сам Юра, напой куплетик по-настоящему Юра, мне кажется, более трогательная Игорь из польшего набора В оркестре играет гитара Орозия Шутку лопьяны Ночной ресторан Так что же ты смотришь с улыбкой печаль? Почему мы засмеялись? Юра совершенно другая мелодия Ну он автоматически Поет и сидит Повелок Игорь Николаевич Даже в моей мелодии народ не все-таки Да и как-то Он вообще аристократ, он оторвался уже Игорь Николаевич Знаете, я вчера развеселилась У нас на самом деле в этом году Последний, наверное, концерт будет 10 апреля Это в понедельник Так что, друзья, больно ловите моменты В 6 часов 30 минут в Доме ученых Мы вот завершаем наш сезон в этом году 201-45-55 201-45-55 Там, я думаю, что Юра вспомнит, наконец, правильную мелодию И трогательно споет Так, ну что, Игорь Николаевич У нас буквально осталось полторы минуты Я даже не знаю У вас такая песня, которую можно прервать в любом месте Ну это действительно, да Кстати, нам пришло письмо Из Приморского края, поселок Кировский От Сиваракши Владимира Степановича Он говорит, что много лет слушает программу Была тетрадь, даже 12 тетрадей Один друг у него их увел Ну вот некоторые песни он вспомнил Это Юрий Бадал У него две тетради, штуку 8 Да, ну мы с вами прощаемся ровно на одну неделю И встретимся, но не успею, так допою Бум Тамара дерзкая подруга Отбила Толю у меня Так отбивай, подруга-друга Не погнушаюсь этим я Это такой текст Счастливой буду Выйду замуж Гостей на свадьбу позову Тамару дерзкую подругу С собой я рядом посажу Родиться сын Любить я буду На имя Толя назову Родиться дочь Любить не буду На зло Тамарой назову Расти, расти ты, дочь Тамара В зеленый сад пойдешь гулять Тобой ребята завлекутся Как завлекали твою маму Пришла в аптеку порастить яду Аптекаре яду не дает Так а молоденькая девчонка Из-за мальчишки пропадет Ну и в результате она погибла Убой, Господи, не успеешь Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok